Горячие новости. Совпадение? Да, совпадение. Анонсы о новых роликах. Помощь по любым вопросам. Ламповая комьюнити. Меня зовут Петер Бейл, и я алкоголик. Боты на все случаи жизни. Прокачка званий и скиллов. Возможность задать вопросы нашей команде напрямую. Канал IGM в Дискорд. Вступай, не задумываясь. Пять лет назад, а именно 19 мая 2015 года, состоялся релиз третьего Ведьмака. Одно из лучших видеоигр за всю историю индустрии. Она получила высочайшие оценки от журналистов, завоевала сотни наград на разных выставках и как итог собрала ряд премий «Лучший игрок года» от разных изданий. CD Projekt Red подарила геймерам поистине замечательный проект, но далеко не все локации, персонажи или даже игровые механики добрались до релиза. Всем привет! С вами канал IGM, и в сегодняшнем видео мы расскажем о том, какой должна была получиться The Witcher 3 Wild Hunt. Пожалуй, стоит начать с того факта, что разработчики рассматривали добавления мультиплеера. В марте 2013 года портал Еврогеймер взял интервью у Адама Бадовского, управляющего директора CD Projekt Red. Из него стало известно, что студия прорабатывала аспекты многопользовательского режима, но уже в апреле начальник пиар-компании Михаил Платков-Гилевский сообщил, мол, никакого кооператива нет и не будет. Они в первую очередь занимались эпической сюжетно-ориентированной ролевой игрой, рассчитанной именно на одиночное прохождение, и, по их мнению, поддержка мультиплеера убила бы всю атмосферу от происходящего на экране. А жаль, я бы с удовольствием побегал по Визиме вместе со своими друзьями, учитывая, что разработчики рассматривали также и редактор персонажа. В следующем, 2014 году, произошла массовая утечка данных игры. Хакер взломал Google Диск разработчиков и утащил из него дизайн документы третьего Ведьмака, опубликовав весь архив на форумах Reddit и 4chan. В нём содержалось описание монстров, треков музыкального сопровождения и, что самое важное и интересное, подробности сюжета и заданий, некоторые из них так и не добрались до финального релиза. Мы изучили разные документы, утечки, а также покопались во внутренних файлах игры, чтобы рассказать о невыпущенном контенте. The Witcher 3 Wild Hunt начинается с пролога, в котором чародейка Йеннифер попадает на поле боя между двумя армиями, и с помощью магии ей удаётся выжить в нечестном бою. По оставшимся следам девушки, ведьмаки Геральт и Висимир пытаются отыскать несчастную чародейку, а затем начинается обучающий пролог и основная сюжетная линия. По первоначальной задумке создателей, игроки должны были увидеть краткие события из предыдущих частей серии, чтобы с головой погрузиться в историю. Только от подобного флэшбэка разработчики отказались в угоду новым геймерам, да и к тому же на прохождение диалоги уйдёт около 60 часов. За условные пять минут рассказать даже самые главные события не получится. Третий Ведьмак, в отличие от предыдущих частей серии, игра с открытым миром. Мы можем свободно путешествовать по обширным территориям, выполнять задания и изучать новые места. Разработчики добавили две огромные зоны. Город Новиград с его окрестностями, занимающий порядка 72 квадратных километров, а также архипелаг Скеллиги, он чуть поменьше километров, в нём 64. Чтобы вдоль и поперёк изучить каждый уголок, потребуются десятки, сотни часов реального времени, однако от многих локаций так или иначе всё равно пришлось отказаться. Некоторые из них удалили совсем, а другие изменили так, что сам Анджей Сапковский бы их не узнал. Возьмём, к примеру, Велин, северную провинцию Тимерии, известную также как Ничейная Земля. Большую часть её территории занимают болота и леса, полные опасных чудовищ, и в документах находятся упоминания интересных мест, которые так и не добрались до релиза. Сгоревшая деревянная церковь или населённый призраками лес мне мало о чём говорят, а вот в имбирной хижине я бы побывать хотел. Как вы могли подумать из названия, это не съедобный пряничный домик из магазинов Икеа, а место для оргий, которое упоминала маленькая девочка Гретка. Согласно легендам и сказаниям, ведьмы проводили шабаши на Лысой горе, и в облике обаятельных девушек, пряха, шептуха и кухарка очаровывали несчастных крестьян, а затем направлялись в имбирную хижину, чтобы мило провести с ними время. Как вы понимаете, чай с пряниками они в ней и явно не пили, хотя откуда нам знать, ведь домик всё равно не найти. Остальные места менее примечательные, в первую очередь их создавали для заданий, они должны были служить в качестве развития сюжетных линий. Так, например, в Новиграде изначально находилась больница для вампиров, но её пришлось удалить из-за нереализованного квеста. Зачем наполнять город лишним зданием, в котором ничего не происходит? То же самое касается и архипелага Скеллиге. Если отталкиваться от выложенных в сеть документов, то разработчики вырезали около 15 монстров, причём как самых обычных, так и необходимых для выполнения ведьмачьих контрактов. Например, всеми известная мантикора – мифическое существо с телом льва, головой человека и хвостом скорпиона. Правда, в бестиарии Сапковского чудовище вдобавок обзавелось крыльями и научилось стрелять ядовитыми шипами. По задумке разработчиков, мантикоры должны были обитать в горах неподалёку от Каэрморхена, но потом их заменили на драконовидных вилохвостов. Ещё один монстр, а скорее даже группа монстров – крысиный король, упоминаемый в европейских сказаниях. По описанию из документов, чудовище насылает на главного героя стаю мелких грызунов, вот только внешний вид самого короля остаётся неизвестным. Согласно мифологии, он состоит из нескольких крыс, связавшихся узлом своими хвостами, а остальные грызуны должны кормить своего лидера. Однако его можно было бы реализовать в качестве одной большой крысы, именно так поступили фромт-софтвер во второй части Dark Souls. К слову, Третий Ведьмак лишился не только враждебных, но и дружелюбных персонажей, а именно эльфа Йорвита, главы отряда с Каэтаэлей. Он является одним из основных героев предыдущей игры, и во внутренних файлах третьей части можно отыскать трёхмерную модель. Согласно слитым в интернете документам, Йорвит являлся частью огромной сюжетной арки, сосредоточенной вокруг вспышки болезни Катриона, кровавой лихорадки, появившейся на континенте в результате прыжков цирий в пространстве и времени. Заражённая блоха попала на её одежду. Затем перебралась на корабельную крысу, и грызун разнёс по кораблю, а затем и по окрестностям Нильфгарда чуму. Именитый эльф должен был появиться в Велине, чтобы отыскать лекарства от болезни Катриона. Сюжетная арка демонстрировала политику империи в отношении захваченных земель, но на позднем этапе от неё отказались. Тем не менее, её наработки можно увидеть в различных заданиях, вроде «Узы крови» или «Око за око», а многие нереализованные материалы так или иначе послужили в качестве основы для дополнения «Каменные сердца». К сожалению, полюбившегося эльфа в него не добавили. Правда, спустя год после релиза он появился в официальном мини-комиксе «Где же Йорвит?». Помимо вырезанных монстров и локаций, разработчики удалили или упростили несколько важных игровых механик – взять те же книги. Как вы, наверное, знаете, в третьем «Ведьмаке» можно отыскать различные записки, журналы и дневники. Вы их читаете, узнаёте полезную или не очень информацию для заданий, а затем продаёте накопленную макулатуру ближайшему торговцу. Однако изначально книги добавляли какие-то бонусы, прямо как в серии «Фоллаут» или «The Elder Scrolls». После прочтения условных записок «Чародея» Геральт должен наносить больше урона магии, но от этой фичи разработчики отказались и наделили «Ведьмака» всеми способностями с самого начала. Ещё одна нереализованная игровая механика нас вновь отсылает к серии «Фоллаут». Дело в том, что девелоперы планировали добавить в третьего «Ведьмака» некий аналог «ВАЦ», который позволял бы целиться в определённые уязвимые точки противников и наносить критический урон. Если бы Геральт, к примеру, ударил по руке разбойника, то враг мог бы уронить меч, и в этот момент его можно убить нажатием одной кнопки. Как и в случае с «Фоллаут», подобная система замедляет время вокруг главного героя, чтобы пользователь мог точно прицелиться, но по некоторым уязвимым местам необходимо ударять несколько раз подряд. В релизной версии подобные навыки открываются с помощью накопленных очков опыта, но всё же они очень заметно отличаются от первоначальной идеи. Как я и рассказывал раньше, Цири, она же Цирилла, обладает сверхъестественными способностями, и в некоторых заданиях управление от Геральта переходит именно к ней. Разработчики планировали добавить ей возможность скольжения по воде, и в игре должно было произойти масштабное сражение против дикой охоты на замороженном озере. Вот только для подобного элемента пришлось бы с нуля переписывать всю боевую механику, поэтому сотрудники CD Projekt Red поступили проще – отказались от динамичной битвы. Последняя примечательная деталь, которая так и не добралась до релиза – особенное поведение городских стражников. Если неподобающе себя вести, то за совершённые преступления полиция в качестве наказания может взять с Геральта денежный штраф, и на этом он может дальше всё крушить и ломать в Новиграде. В первоначальной задумке разработчики планировали добавить вариативность – выплачивать ли за свои действия неустойку или же нет, прямо как в The Elder Scrolls. Если геймеры откажутся от выплачивания штрафа, то городская стража очень сильно расстроится и начнёт нападать на несчастного ведьмака, вооружённые силы не станут убивать главного героя, зато с удовольствием отобрали бы все накопленные деньги, а сам игрок заодно мог потерять непотраченные очки опыта, если они, конечно, оставались. Последнее, о чём мы вам расскажем на сегодня, так это об одном вырезанном задании. В нём Йеннифер снимает проклятие суммы, а в этот момент мясник из Блавикина демонстрирует свои кулинарные таланты, приготовив вкуснейший омлет. На этой прекрасной ноте сегодняшний ролик подходит к концу. Если же вам понравился подобный формат, то не забывайте ставить лайк, шевелить колокольчик и присоединяться к серверу в Дискорде, а также подписываться на канал, чтобы точно не пропустить новые ролики от iGEM. Скоро услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok